Вечером Бетти вернулась домой из Гранит Фоллс. Она уже соскучилась по дому и хотела скорее лечь спать в постели, а не в палатке, как ночевала до этого. А утром, когда рассвело и за окном запели птицы, Бетти распаковала вещи и расставила свою коллекцию насекомых по полкам. Ей нравилось наблюдать, как прыгают в своей баночке пыльные духи, как термиты бегают туда-сюда, обустраивая свой новый дом, как светлячки переливаются разными цветами, а драконовая стрекоза горделиво смотрит из-за стекла. Наверное, держать такое количество насекомых в одной комнате было, в общем-то, неразумно и даже несколько опасно. За всеми не уследишь. Кто знает, вдруг какой-то жучок запросто найдет лазейку и сможет выбраться. И тогда Бетти предстоит гоняться за насекомыми по всему дому. «Да ладно!» — сказала себе Бетти. Как вдруг... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А чего у нас там 98 штук Ядовитой ромашки Может ей ядовитой ромашки поесть Вот видишь, она жизненную цель Начала выполнять, пусть ест бананы Ну И что, это вот Все бананы пойдут ей Да, это засчитывается А, слушай, да, сейчас как наестся бананов Как на Что у нее там с голодом Уже вроде все хорошо Питание поднимается Ну, можно еще один съесть Давай у нее сегодня просто будет Мега банановый день Так, а давай-ка вот эти вот ядовитые ромашки Мы попробуем продать через Багаж семьи Слушай, а у нас Бетти высадила зачем-то Три куста вредной бузины Мы вроде по два куста всех растений сажали Зачем ей три? Давай-ка один, может быть, тогда продадим Все вот эти растения, которые она собрала Ну, всего лишь 55 символионов 24 кустика ядовитой ромашки Точнее, цветочка Ну, 528 это уже неплохо Ну, уже Уже хоть что-то У нас почти 5000 миллионов А вот счетов Да Считов сколько у нас? Оплачиваем счета 1274 Ну, можем Относительно безболезненно Оплатить счета Так, Бетти, собирай все, что у тебя здесь уже успело поспеть И давай-ка начнем сразу высаживать Болезнь садовых растений Похоже, растения в садовых горшках начали болеть и стремительно умирают Позвоните владельцу и попросите решить проблему Или же попробуйте избавиться от болезни самостоятельно Вот Фей Роше Да как бы не очень-то и хотелось, чтобы растения у нас здесь болели Вообще да, потому что мы собирались вроде как сегодня И сад высаживать здесь Да Делами-то вот именно такими заниматься Вот Одна напасть на другой Что ж такое? Почему нельзя Вот как-то Чтобы все благополучно складывалось Почему все время какие-то нам посылают испытания Вот эти сим с небеса Вид, конечно, у Фей модный Моднючая Не понравилась история, которую Бетти рассказала Фей Роше Как-то она не настроена, видимо, на разговор с Бетти Так, ладно, давай высаживать дальше Нам все-таки это нужно сделать Итак, мы сажаем крапиву Высаживать крапиву-то на участке Дело интересное Подожди, теперь сейчас Бетти будет сажать еще жгучую крапиву А, жгучая крапива, да Сныть вот это все Слушайте, у нас Бетти отыскала практически все растения, которые есть в Granite Falls Кроме обычного сморчка Гриб Такой она пока не нашла А вот ложный сморчок нашла Ну, то есть у нас 9 из 10 растений, которые нам необходимы Да И по правилу нашего челленджа Как раз таки все растения, которые Бетти собирает в Granite Falls Нужно высадить на своем участке Ну, то есть все вот эти вот виды, из которых делаются снадобья Вот, почти-почти мы уже приблизились к тому, чтобы на маленький шажочек вперед продвинуться О, ты посмотри, Фей тут что-то делает, что-то чинит Хотел только сказать, хозяйничает, а нет, что-то полезное делает А вон у нас и клубочек пыли появился, смотри-ка В доме стало пыльно, да, Бетти нужно заняться сегодня тоже своим домом Ну и пока Бетти сажает, Фей пришла к ней во двор Зачем-то поболтать Полюбоваться, посмотреть на жизнь Бетти Чем занимается эта молодая особа Фей решила Посмотрите, что это происходит Фей решила почилить в теньке Немножко расслабиться А, вот ты посмотри-ка у нас выходит Опрыскать средством от болезни 250 симолеонов Ну, давай Опрыскаем Один какой-нибудь Хотя, если мы сейчас два куста опрыскаем Это уже минус 500 А что такие деньги-то большие? Вы успешно избавились от болезни растений Рейтинг вашего жилья вырос А-а И вы получили 133 от владельца жилья за помощь в решении А-а, то есть мы почти даже еще половину вернули себе, в принципе Всю землю вспахала, все сделала О, кстати, смотри, день вообще почти-то и прошел Вот в таких вот садоводческих хлопотах Весь день потратила на это Тут еще и растения, оказывается, заболели у Бетти Да Сад требует все-таки много сил и времени Занимаясь садоводством, Бетти немножко, конечно, проголодалась опять Пора поесть бананов Придется есть бананы Выполнять свою жизненную цель Банановая диета у нее сегодня Бренда Баглз Хочет зайти в гости Чтобы пообщаться Ну, приходи Раз Бетти уж вернулась Знаешь, все дело в том, что даже если бы мы не согласились, еще бы раз пять сегодня, наверное, вот это приглашение от отца, потом еще раз от матери, они не оставят ее в покое Вообще бы... Вот, Бетти выполнила частично жизненную цель Съела десять растений Вообще, пришла бы мама ее пораньше в гости И ты посмотри, как она оделась Она прям, как знала, что Бетти садоводством занимается И такая уже идет Бетти, ну что, тебе тут нужна помощь Ага, когда Бетти уже все сделала Вот пораньше бы пришла и помогла Раз уж и так в гости хотела А что, вместе все веселее Заниматься работой Конечно, не хотелось бы маму эксплуатировать Но могли бы прибегнуть к ее помощи Ну ничего, сейчас Бетти расскажет ей о своей карьере Вот это да Она любит это Да, Бетти, я думаю, что посреди вот этих вот вскопанных грядок Она точно скажет, что она уже работает в большом-большом бизнес-центре Просто сегодня у нее выходной Она занимается садом Ну ладно, Бетти пора принять ванну и отправиться Хотя бы привезти дворовую распродажу Чтобы распродать там свое барахло, которое она выставила на стол Да, вот это, кстати, надо И немножко подзаработать Ну все, давай начнем дворовую распродажу Может быть, на этот раз у Бетти будет лучше Потому что в прошлый раз погода была В прошлый раз там гроза, был град, ливень А сейчас вроде погода хорошая Даже очень Посмотри, они все приходят ошалевшие Это потому что здесь Комплекс мер такой действует Мы об этом уже говорили Сочное сообщество Наверное, надо от него избавиться А избавиться от него Бетти сможет только В пятницу, наверное, да? С пятницы по субботу Как-то не идут у Бетти распродажи Наверное, не нравится то, что она предлагает Почему? Отменные товары О, кто-то все-таки купил За 840 А мы вот только-только думали о том, что все-таки из-за того, что они все ошалевшие Они не хотят ничего покупать И... О, и даже еще кто-то что-то купил Еще и лягушку купили Ну, надо же, все-таки Только хотели расстроиться И вот немножко нас порадовали Ну, не сказать, что распродажа прошла хорошо Но хотя бы хоть что-то Ну, и да И не сказать, что совсем ничего мы не смогли продать Ну, и время уже 10 часов Сейчас Бетти подметет Дома И будет уже ложиться спать Наступило утро Бетти пора вставать 7.50 и Бетти счастливая И я повторяюсь Я начинаю завидовать Бетти Потому что что это такое за мастерство? Что это за искусство? Просыпаться с утра и быть счастливым? Мне кажется, самое последнее эмоциональное состояние Когда ты с утра счастлив Мне кажется, ты хочешь еще спать Еще спать до 11 утра Или по 11, наверное, уже и утром Ты нельзя назвать Разгар дня Но иногда хочется Пасмурно сегодня Но все равно летнее утро Бетти проснулась у себя дома Ей не нужно никуда спешить Потому что у нее грандиозная карьера О которой она всем рассказывает Поэтому Да, да, есть повод быть счастливой И раз уж речь зашла о карьере Давай-ка все-таки посмотрим Куда Бетти у нас может Устроиться Ну, я думаю, что ей надо Быть таким человеком Более-менее свободным Не привязанным все-таки к офису Ну, фрилансером, да Как мы про это и говорили Мы тем более ей уже купили У нее в багаже находится Планшетник Да, электронный этюдник Где она может рисовать Как раз для своей карьеры Чтобы у нее не было таких вот обязательств Ежедневно ходить на работу Когда она тогда сможет поездить В свой Гранит Фоллс любимый? И мир посмотреть Ну, она что, да Взяла заказик, когда нужно Когда прижала по деньгам Когда Фей Роше снова начала Вытрясать Трезвонить, да Быстрее оплатите свои счета Работа фрилансера Бетти наелой сосиски с фасолью Сделаем вид, как будто этого не было Электронный художник Такой электронный художник У нас Бетти, конечно Графический дизайнер Давай посмотрим Какие тут есть подработки Давай возьмем плакат Фильма независимой студии Вроде 375 семиллионов Надо взять что-нибудь попроще Что-нибудь такое Что требует Ну вот давай посмотрим Но сперва Бетти нужно Пообщаться с клиентом Для этого нужно воспользоваться Еще и компьютером А компьютера у Бетти нет Поэтому нам на помощь Должны прийти наши соседи Тогда пойдем к соседям Пойдем посмотрим Как они тут поживают Ой, вот они Это они, да Поживают они бодро Видимо Да, это соседи Бетти И убежал куда-то Вот, компьютер, конечно, есть Надо отвлечь просто О, она сама ушла Уже Джен сидит Так что воспользуйтесь Ну давай хоть Бетти с ней Немножко поговорит Поздоровается Да чего Все-таки это соседка Она уже, кстати, не только соседка Мы же ее добавляли в кролик общения А там как-то у них общение идет само по себе И отношения вроде выстраиваются Прибавляются Так что она уже Значит, она наша лучшая подружка Да Ну, хорошо Ну, все, пообщались с подружкой Теперь давай приступим к работе Так, Бетти нужно пообщаться с клиентом Потом что? Нам надо создать вот этот концепт-арт И дальше утвердить его Все, ты не отвлекай Бетти Потому что ей нужно делами заниматься Она не просто так сюда пришла Да Очевидно Очевидно не просто так Это все последствия сосисок с посолью Кошмар Какой кошмар, а? Ну, вот такой вот лесной завтрак у нее был Вот это вот в гости, называется, пришло Будем надеяться, что никто не видел Я видел Так, теперь Бетти нужно создать концепт-арт Вот интересно Мы еще должны деньги платить за то, чтобы создавать концепт-арт А почему? И как же мы тогда будем отбивать-то все Все вот эти деньги потраченные Нам и так заплатят 300 миллионов, да? Дай Боже Ну вот Бетти надо развивать свой навык рисования Чтобы она могла брать заказы на более крупные суммы И тогда уже можно будет отбить даже эти 75 миллионов Вообще, и как тогда платить-то по счетам? У нас неделя стоит полторы тысячи семиллионов Арендовать дом Хочешь посмотреть на этот концепт-арт? Ну, что-то в этом есть Я надеюсь, что наш заказчик примет его И мы получим свои 307... Эта работа не соответствует нашим стандартам качества Необходимо внести изменения, прежде чем снова нам ее отправлять О, ну, и что? И мы сейчас опять должны будем за деньги Это что-то... Ну, давай отредактируем Все принято О, супер! Глянь, она получила не 375 миллионов, а 450 И в итоге мы получили то, что и хотели Ну, 350, потому что как бы... А почему мы так получили? Получили, интересно Наверное, заказчик просто в восторге оказался от нашего концепт-арта Приятно, приятно, что труд был проделан не даром О, посмотри, ей звонит Аза Алмазная И спрашивает, не хочет ли Бетти прийти в цыганские таборы И немножко потанцевать Предложение заманчивое Но вообще на волне нашего успеха финансового Что мы заработали 450 миллионов Я бы все-таки предпочел отправиться куда-нибудь дальше Прокачивать свои навыки Да, давай-ка с Бетти съездим все-таки в центр творчества Пусть она порисует картины Мы как раз эти картины выставим тоже на продажу Уровень свой мастерства повысим Да, и повысим свой навык творчества Вот, мы с Бетти приехали в центр творчества Он находится здесь, в этом же городке Ньюкрест, где она живет Сад тут, конечно, прекрасный Но вот погода мне не нравится Напротив, посмотри, парк аттракционов Постоянно нас преследует какая-то пасмурная погода Либо слишком безумная жара Которая просто доводит до безумия До испепеления Либо дождь А когда будет хорошая эта погода Чтобы было комфортно и приятно Какие-нибудь приятные солнечные 20 градусов О, а тут, смотри, есть какой-то концернный зал Интересно выглядит Смотри, он такой мрачный Да, здесь даже выступать можно Ой, мне нравится, как он выглядит А что тут еще интересненького есть Вот есть какой-то барчик Так, это здесь А вот всякие Это для детей А, это для детей Да Какая-то секция для рисования Вот это Это звукозаписывающая студия, насколько я понимаю А вот это вот для художников Он для какого-то мастерства Здесь какой-то художник вот уже стоит Дастин Тесла Может быть, мы можем продать его картину Пока он отвлечется К сожалению, нет Смотри, здесь выходит действие Только либо уничтожить, либо купить Поэтому Бетти будет рисовать самостоятельно А как мы можем взять и уничтожить Просто картину, которая тут лежит Стоит Ну да Вот видишь, к этому мольберту Она не может подойти Видимо, кто-то пытается его уже занять А, Лора идет Лора идет Вот художник То есть она не дает нам заняться тем, чем мы хотели Мы же первые подошли к этому мольберту Ну, пойдем к этому Мы же первые были Вот какая несправедливость И посмотри, как интересно Бетти такая прям творческая личность Мне нравится, кстати, название этого центра Искусство выжить Выжить Да Прикольное название Как-то оно такое двусмысленное Бетти нарисовала четыре картины Выставляем их сразу все на продажу в Продавита Интересно, почему у нее снизился досуг Четыре картины нарисовать Написать Правильно, конечно Написать картины Ну, неужели? Ну, неужели ей было не весело? Вот почему-то творчество не подняло ей настроение Все, Бетти идет, наконец-то, домой Потому что уже стемнело Ну, и время, кстати, да, уже позднее Поэтому можно отдохнуть Хотя, бодрость у нее еще зелененькая Ну, ладно С добрым утром, Бетти! А сегодня, между прочим, день очень солнечный Посмотри Наконец-то, хоть хорошая погода Мне даже не верится Скоро Бетти предстоит отправиться в Гранит Фоллс Потому что подзадержалась она немножко дома Да, уже третий день она здесь Но дела у нас, тем не менее, еще есть Что нам надо? Да, мы хотели поделать снадобья Потому что Бетти насобирала очень много ингредиентов И трав, и надо поделать какие-то снадобья Как раз пока Бетти дома находится Она их поставит на пол Ну, собственно говоря, самое лучшее время Сейчас их поделать Потому что в Гранит Фоллс она будет туда-сюда бегать По лесу И наверняка придумает еще какие-то странные развлечения По типу там гоняться за медведем Или что-нибудь Сыграть в карты с медведем Сыграть в карты с ним, да Или там на велосипеде покататься с медведем Что там по заветам бабушки будет Вот, о, прекрасный завтрак Позавтракать тортом Мне нравится такое Ну да, там ей будет тогда некогда этим заниматься Вот, поэтому сегодня мы как раз этим займемся И потом уже поедем в Гранит Фоллс Посмотри, что с нашим садом Эх, мы хотели поделать Запустили мы сад Снадобья здесь и полоть надо И средства от жуков использовать И уже все зацвело Вообще, конечно Не успеешь взяться за одно Так уже хвататься нужно за другое Так, а давай посмотрим Сколько у нас Вообще всех этих трав Оба эти в багаже Вот, например, ядовитую ромашку Точно так же можно продать И сразу получаем 264 символиона Это я люблю Да, вот правда Все идет не по плану Как всегда Вот хотели же Опять поделать какие-то дела дома Спокойно заняться делами Которые, ну, бац Тут, вот Ну, вот как это называется Абсолютно вот Слов не найти прям Это вот как вот Всегда Хочешь ты там, да Отдохнуть Нет, сразу на тебя Свалится что-то Хочешь что-то поделать Так снова Что-то другое прилетает Вот и тут так же Ну, я надеюсь Бетти быстро разберется Сейчас с садом Ну, сейчас все равно Половина дня Уйдет на Вот На то, чтобы Прополоть Избавиться от жуков Еще что-то Еще что-то Но зато она повысит Свой навык садоводства А это ей все равно Нужно и пригодится Между прочим Вчера, пока нарисовала Картина Она повысила Свой навык рисования Аж до пятого уровня Ну, это в работе Тоже хорошо Да, теперь в работе Фрилансера Она сможет брать Более такие Ну, собственно говоря Нет худо без добра Да Одно приходит Другое уходит И так вот На таком контрасте Мы достигаем Новых высот И Бетти Все больше Больше идет вверх По карьерной лестнице И будет рассказывать Своим родителям Вновь про свою карьеру Голубокружитель Теперь-то она Запросто может сказать Что она уже Работает Да И зарабатывает А кстати Что у нее с удовольствием Всего лишь третий уровень Но сейчас уже будет четвертый Смотри У нее еще неплохой Уровень танцевального навыка Следует ей как-то заглянуть Пожалуй Неплохой Первый Ну На фоне остальных А, нет Стой, подожди На фоне остальных Вон Дравлечение Дравлечение Но это нам надо развивать Да Ну я так На цифры не посмотрел Посмотрел на графике Надо ей будет заглянуть К соседям К цыганам И потанцевать Да, вот это ей поднимет Я думаю Свой танцевальный навык Именно там она и заработала Когда С тыганским табором Танцевала у костра Значит там она и должна Продолжить его развивать Ну вот И полдня Бетти потратила на сад Ну как я и сказал Но зато Вроде как Совсем Что нам надо Мы расправились Ну и теперь Можно пойти Попробовать Поделать Надоедливый зуб От крапивы Ну еще бы Вот Надо поделывать С надобья Поделать И может быть Она сделает Какое-нибудь Смягчающее Там С надобья Чтобы от этого Зуда Этот зуб Устранить Собственно Чтобы защищаться От своих же растений Которые она высадила Во дворике Давай посмотрим Что у нас Бетти сможет Приготовить Устраняющий Запах Крем Она уже Сделала Средство От насекомых Но кстати Надо бы Сделать Раз она Собралась В гранит Фолс Поехать Рассеивающий Грусть Лосьон Знаешь Стоило бы Его приготовить Но я так Смотрю Когда Бетти Просыпается Счастливой С утра Нужен ли он Ей вообще В этой жизни Но по правилам Челленджа Все-таки нужен Пусть она готовит Ну ладно Может быть Она кому-то Его сможет Сможет Предложить А может быть Мы даже Попытаемся Его продать А может быть Даже мы Однажды Станем Грустными Мало ли Такое Произойдет И тогда Этот лосьон Это с надоби Как раз Пригодится Но надеюсь Такого не будет Бетти такой Алхимик Конечно На факультете Аж с Лизариной Видимо На зельеварении Обучалась 19 симолеонов Стоит Если его Выставить С 300% Наценкой На столе Для дворовой Распродажи Может быть Он будет Даже подороже Итак В свою коллекцию Мы добавляем Третий пузырек Слушай А вот этот Зуд От крапивы Может быть Правда Его можно будет Снять с мягчающим Бальзамом Сейчас посмотрим Его описание Ну Если время Не пройдет То можно Попробовать Будет А этот Уже 61 симолеон Стоит Ух ты Отец Пришел Ты такой Потрясающий Человек В знак Благодарности Я хочу Тебе Вручить Особый Подарок Сейчас Будем Встречать Отца Все-таки Ладно Раз он Пришел Раз он Пришел С подарком Давай Бетти Пусть Применяет Смягчающий Бальзам Да Посмотри У нее Ушел Этот Зуд От крапивы А что Он Он Пришел Готовить Бетти Это И есть Подарок Мы же Сейчас В Гранит Фоллс Едем Зачем Нам Эта Еда Нужна Тут Будет Ну Пусть Она Ему Поможет Приготовить А где Подарок Я не знаю Как это Наверное Это был Завлекающий Такой Маневр Вот Опять Опять Они В своем Духе Вот Какими Только Они Приемами И уловками Не пользуются Чтобы Оказаться Чтобы проникнуть Чтобы проникнуть Да А то мимо Распродажи Вот Вот Смотри Ладно Хотя Подожди Может быть Там все равно Яблоко Как Как Ты мог Это знать Как Ты мог Знать Что он Подарит Бете Яблоко Ты знаешь Я вот Просто Предположил Что можно Самое Нелепое Вот Что Ненужное И при этом Чтобы Как бы Знаешь Найти Предлог Чтобы Прийти Леша Сейчас Просто Сделал Такой Вот Фейспалм Когда Увидел Этот Подарок Я В следующий Раз На такую Уловку От отца Или от Матери Ее Просто Не поведусь Семейная Динамика С отцом Близкие Отношения Ну Конечно Да Кто Бож Сомневался Слушай Я предлагаю Вот В эту Комнатку От посторонних Посетителей Дверь Наверное Закрыть Потому Я боюсь Что Посетители Которые К Бетти Приходят Гости Они Могут Сюда Зайти И 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 Итак Бетти Наготовила У нас Всяких Разных Снадовей Весь День Потратил На это Аж У нее Упали Все ее Жизненные Потребности Надо Срочно Восполнять И съесть Тортик Это Мне такое Восполнение По вкусу И Собственно Говоря Это время Уже Почти Одиннадцать То есть Ей Надо Быстренько Умыться Попутрить Носик И Ложиться Спать Ложиться Спать Да Завтра С самого Утра Отправляться В Гранит Фоллс Да Нам Нужны Еще Всякие Ингредиенты Потому Что Не Всякие Зелья Мы Можем Приготовить Какие Запасы Надо Восполнить Но Кстати Мы Неплохо Продвинулись Много Всего Сделали Да И Бетти Уже Практически Достигла Десятого Уровня В Навыке Траволечения Вот Уже Смотри Половинка Прямо Нам Надо Теперь Достигнуть Десятого Уровня В Навыке Танца Я Думаю Это Необходимость Да Это Тоже Обязательно Все Отправляем Картину Через Продавит А почему Она Не Может Отправить Ее Ей Мешают Потому Что Пройти А Кто Жи Мешает Давай Посмотрим Не Могу Понять Кто Это В 23 Часа В Пол Один В Пол Двенадцатого Кто Там Нам Ты не узнаешь Эту Версона Случайно Нет Бетти тоже Ее не узнает И отправляется Наверх Ну что ж Это подошел Третий день К концу Третий день В этой серии Как Бетти Побывала В своем Доме В Нюкресте Ну В принципе Хоть она И дома Была Все это Время И особо Не выезжала Хотя нет В творческий Центр Выезжала Достаточно Продуктивно У нее Прошли Эти Три Дня Все Так Да Она Очень Даже Хорошо повысила Свой уровень В навыке Траволечения Немножко Подзаработала Собрала Несколько Баночек С разными Снадобьями Позанималась Садоводством Высадила Все растения Которые Собрала В Гранит Фоллс И разбестила Свою коллекцию Насекомых Дома Да Так что Она Продвинулась Вперед На пути К Своей Жизненной Истории Ну а на этом Мы тогда будем Заканчивать серию И прощаемся С вами Дорогие друзья Очевидно Бетти пора Уже Идти спать И отдыхать Да Поэтому Спасибо Что были с нами Обязательно Подписывайтесь На наш Телеграм-канал Там мы Всегда можем Пообщаться И еще мы там Делаем анонсы Предстоящих серий И какие-то Интересные У нас Бывают Опросы Обсуждения Присоединяйтесь Ссылка На наш Телеграм-канал Находится В описании К этому Видео И в комментариях И до скорых Видео Всем пока Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин